Громкое задержание по-тихому. На Волыне работники прокуратуры якобы задержали главного таможенника Виктора Кривицкого. Вроде как за взятку. Но не то, чтобы раскрыть подробности, даже подтвердить, либо опровергнуть факт обысков и задержания, правоохранители не спешат. Как сообщил нам адвокат, сам Кривицкий сейчас в больнице, но под стражей. Все детали, которые удалось выяснить нам, в материале. Волынская таможня, утро, обычный рабочий день, но начальника на месте нет. Начальника мититься нет в данный час. Нема из каких причин довезти? Не отвечают для начальника и уполномоченные люди, поскольку официально об этом не сообщили даже им. Официально до нас только привезли ухвалу суду про дозволь на обшуки санкционированные. Эти обшуки, правда, вчера отбывались в кабинетах Волынской митницы ДФС. Рештой мы комментировать не можем. Пытаемся узнать хоть что-то у тех, кто вчера проводил обыски на таможне. Местные интернет-сайты пишут, что обыскивали не только кабинеты руководства, но и квартиру Кривицкого в Ковеле. Двухкомнатную, съемную. В областной прокуратуре информацию об обысках не подтверждают и не опровергают. Молчат и в других силовых ведомствах. В деле сплошные вопросы, например, почему добро на обыски давал закарпатский, а не Волынский суд. И было ли достаточно оснований для их проведения. По информации из источников правоохранительных органов, речь идет о меченных купюрах. Они были в блокноте вместе с еще несколькими сотнями валюты. А расследование против Кривицкого началось с заявления двух жителей Закарпатской области, которые сообщили о том, что якобы дали взятку. Чем они подтверждают свое обвинение, неизвестно. В стороне защиту есть доказательства, я просто не могу вам сейчас сообщать, про то, что это было сфальсифировано и эти деньги были подкинуты. Мы даже знаем, каким это образом было сделано. Задержание Кривицкого очередное звено в цепи расследований Волынской прокуратуры. В апреле, например, задержали инспектора этой же таможни и заявили о так называемой черной кассе. Но дело, по мнению бывших работников таможни, оказалось мыльным пузырем. Мы про черную кассу так само, да, там было, что затримывали, вывышали кошты, было много голосов, но на самом деле выголосили, что это кошты там приватного предприятия. Срок держания по страже Кривицкого заканчивается завтра. Прокуратура должна либо ходатайствовать об избрании ему меры пресечения и обосновать это, либо начальник Волынской таможни выйдет из постражи. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности телеканал Интер, Волынская область.